Доброе утро! Каждую секунду мы принимаем множество решений. Что-то получается осознанно, что-то спонтанно, но ответственность за принятое решение все равно есть. Ее не может не быть. Утро плавно перетекает в день, день, вечер, потом легкое дыхание ночи и опять утро. Есть в этом что-то завораживающее. Давным-давно кто-то решил, что так быть должно. И кто же мы такие, чтобы нарушать миллиардную секунду такого, в общем-то, милого теплого утра? Ну а чтобы как-то сблизить наши ощущения Вселенной, мы немножко поработали. И вот что получилось. Пираты 21 века. Как пытаются взять на абордаж управление многоквартирными домами? Решение можно менять. Депутаты внесли изменения в городской бюджет. Брак по любви и соглашению. Обязательно в письменной форме. Хороший сон библиотекаря. Читают все. На вопрос, как бы вы оценили работу жилищно-коммунальных служб, которые обслуживают ваш дом, россияне отвечали стабильно. Что в 2002, что в 2012, что в 2013. Хорошо и очень хорошо живется лишь каждому десятому дому. А что вас не устраивает? С этим вопросом мы обратились к пермикам. И вот какие ответы получили. Люди говорят. Партнер проекта – группа компании «Чистый город». Ну, пока меня все устраивает. Качество воды не устраивает очень. Не устраивает перебои в подаче тепла, воды. А так, в принципе, ну, про цены говорить ничего не буду. С этим мы ничего сделать не можем. А вот качество хотелось бы улучшить. Цены, да. Как бы не очень устраивает. Ну, конечно, да. Хотелось бы, наверное, лучше, да. Чтобы и подход был более какой-то ответственный, да. Качество выполнения работ было более качественное. И чтобы какие-то гарантии были, да. Вот так удачно сложилось, что на сегодняшний день все устраивает. Еще неделю назад я вам сказала, что меня не устраивает. Все починили. Ну, по факту, очень много, как они пишут, выполняют работ, которых не видно просто. Не ощущается, что выполняется что-либо. К людям отношения не очень качественные. Отношается, люди деньги берут, ничего для этого не хотят делать. Пираты 21 века в Перми. И это не разбойники из Сомали. Это управляющие компании, которые не постоят ни перед чем, чтобы захватить управление домами. Первое их добыча – горячая вода и отопление. Захватить управление домами любой ценой не получится. Сотрудники управляющей компании «Новый город» в микрорайоне Левшина пресекли вскрытие подвальных дверей и замену замков сразу на нескольких домах. Я подошел, спросил, что случилось, кто они такие, что они здесь делают. Они мне ответили, что их попросили знакомые открыть двери. И все. После чего я говорю, так, прекращайте свою деятельность. Они тут же, ну, сразу разбежались. То есть их было четверть человек, двое ушли в одну сторону, двое ушли в другую сторону. Действующая УК вызвала наряд полиции. В ходе осмотра выяснилось, что на двух домах замки успели поменять. Владимир Зеров считает, что это происки конкурирующей управляющей компании, которая пытается всеми правдами взять под контроль сразу несколько домов на Цемлянской и Делегатской. Любая, значит, война между компаниями должна проходить на правовом поле. А заложниками сделали лишь 8 тысяч жителей микрорайона. Мы просто жителям разъяснили, что надо платить в одну компанию, а не высокой энергии. Вот и все. Никакого собрания по переходу в высокую энергию мы не проводили. Самая главная точка соприкосновения – подача тепла и горячей воды. Поставщик ресурса – высокая энергия. Продолжает выставлять свои счета за теплоноситель. В январе этого года в котельной сменился собственник. Ну, как сменился? Собственник остался прежний, но он сдал котельную в аренду. И, значит, на сегодняшний момент наша компания неоднократно пыталась заключить договор на теплоснабжение с подрядчиком, так скажем, высокой энергии. Жители стали обращаться в свою управляющую компанию с жалобами. В квартирах вдруг резко похолодало, а горячая вода оказалась вовсе не горячей. В новом городе факт зафиксировали и обратились с иском в арбитраж. Обратились с иском 24 апреля 2015 года. И также подали заявление об обеспечении этого иска. В связи с чем нам был выдан исполненный лист от арбитражного суда, и который мы передавили к пристаму Рженкидзевского района, с тем, чтобы они пошли и проверили подачу температуры горячей воды и отопления в этих домах. К тому же представителей котельной арбитражный суд обязал заключить договор на подачу тепла и горячей воды с управляющей компанией «Новый город». Так что теперь, скорее всего, жители перестанут получать двойные квитанции. Ритя Збараускас, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Ваши вопросы и заявки по теме ЖКХ оставляйте в одноименном разделе на сайте ветта.тв. Случиться может всякое, но не все к всякому готовы. Что делать, если обманули при долевом строительстве квартиры? Юристы рекомендуют обманутым дольщикам прежде всего решать проблему коллективными силами. Мария и Александр Стариковы в 2010 году решили приобрести собственное жилье. Выбор пал на квартиру в строящемся доме по адресу шоссе космонавтов 330В. Однако через какое-то время из газеты узнали неприятную новость. Мы купили, потому что организовали молодую семью, хотели заселиться в свое собственное уже жилье, чтобы можно было отдельно от родителей пожить. Но очень скоро, в общем-то, узнали, что застройщик перестал это делать, то есть он перестал строить. Светлана Гарайшина оказалась в аналогичной ситуации. Где-то через полгода узнали о том, что организация, которая строила ООО «Премьер», обанкротилась. Нам пришло извещение о том, что вызывают в арбитражный суд. Работу с обманутыми пермяками систематически с 2012 года ведут краевые власти совместно с Пермским агентством по ипотечному жилищному кредитованию. Агентство по заданию губернатора размораживает стройки. Для этих целей выделен почти миллиард рублей. Решаются проблемы, это точно, благодаря губернатору. Действительно, программа существует. Губернатор, по-моему, лично даже поддержит под контролем все это. Дай бог, чтобы все дома были достроены. В результате из списка проблемных за последние два года уже исключено 14 домов. 810 человек заехали в свои квартиры или получили денежную компенсацию. Долгостроя сдали не только в Перми, но и в Кизеле, Чайковском, Юго-Камске. Поэжика же за свою работу получила наивысший рейтинг агента по сопровождению. Пермским краем, правительством Пермского края, Виктором Федоровичем Басардиным, предлагаются механизмы соинвестирования данных вопросов, данных проблем. Ну и дальше, собственно говоря, поэжика участвует от и до, от начала и до конца в этих всех процедурных вопросах. В том случае, если мы находим взаимоотношения и понимание ЖСК. В семье Стариковых в ближайшее время ожидается прибавление, и решение вопроса с жильем для них особенно важно. Мы вообще не надеялись уже на то, что когда-нибудь свое жилье увидим. Но, как мы узнали, благодаря нашему губернатору и поэжика, дом все-таки достроили. Вообще мы очень этому рады. Мы получили наконец-то свое жилье, свою квартиру, хороший красивый дом. Денис Пальчиков, Наталья Попова, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Во вторник, 28 апреля, на пленарном заседании Пермской городской думы одним из основных вопросов депутаты рассматривали изменения в городской бюджет на 2015 год. К секвестру, к сокращению, предлагалось более 800 миллионов рублей, что решили в нашем материале. Торжественности заседанию добавил антураж в виде георгиевских ленточек. Все народные избранники надели этот традиционный атрибут майских победных дней. Ежегодный отчет главы города не имел победных реляций, но вполне достойно выглядел на фоне современной экономической обстановки в стране и мире. Держаться на плаву помогает грамотная политика управления бюджетом в современных условиях. Я благодарен вам, уважаемые коллеги, за поддержку в постановке жесткой задачи по верстке реалистичного, бездефицитного и социально ориентированного бюджета. Именно бездефицитность бюджета позволяет нам с учетом экономической ситуации совершать бюджетный маневр. В результате принятых изменений удалось сегодня не тратить внушительных ресурсов на погашение муниципального долга. Но при этом сохранить социальную направленность бюджета города. Все это рождалось в жарких спорах. К примеру, при обсуждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества одного из источников пополнения городской казны. Очевидна необходимость дополнительно пополнять бюджет. Все знают, что доходная часть бюджета в этом году исполняется совсем не так хорошо, как планировалось. И поэтому, конечно, дополнительное внесение объектов в план приватизации экономически оправдан. Мои коллеги-депутаты не хотели бы, чтобы уходили в рынок объекты, которые могут потенциально служить для развития социальной базы. Так, из плана приватизации был исключен один из объектов, расположенный в Кировском районе. В целом, вопрос решен с помощью консенсуса, что также является одним из важных условий работы Думы и городской администрации в сложный экономический период. Андрей Вылежнев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Всему свое место и время. Наилучшее место для мощностей предприятия, считают на ПМЗ, площадка в районе Восточного обхода. Городская администрация со своей стороны заявляет о готовности оказать содействие инвестпроекту. Незамедлительно. Поправки, внесенные администрацией Перми, отменяют необходимость внесения изменений в генплан города в ряде случаев. В частности, для площадки в районе Восточного обхода, куда будут перенесены мощности Пермского моторного завода. Принятые поправки городской думой имеют очень важное значение для скорейшей реализации одного из крупнейших новейшей истории проектов реформирования производственных мощностей. По сути, на Пермском моторном заводе создан проект, масштабный проект, которого нет аналогов в современной российской истории. Новый завод расположится на площадке бывшего танкового полигона. На территории более 220 гектар моторный завод займет порядка 40 и станет якорным арендатором. В остальной части в перспективе разместится индустриальный парк «Парма», где будут расположены сопутствующие промышленные предприятия. Мы здесь ведем диалог не только с руководством пемских моторных заводов, мы ведем диалог с руководством объединенной двигательной строительной корпорации, чтобы и с заказчиками для новых производств, для будущих резидентов индустриального парка были от других предприятий УДК. Строительство нового завода – один из инвестиционных проектов, реализация которого способствует администрация Перми на территории города. Городские власти помогают в административном сопровождении крупным проектам. Это совместный проект, конечно, федеральных властей, правительства Пермского края и администрации города Перми. Мы планируем совместно, что объем инвестиций составит десятки миллиардов рублей, тысяч новых рабочих мест. Это закрепит, конечно, лидерство Пермского края и города Перми в авиадвигательное строение Российской Федерации. Предполагается, что освоение новой площадки укрепит лидерские позиции Пермского края и города Перми в авиадвигательное строение. Как же там бытие определяет сознание? Доказано исследованиями, что существует прямая взаимосвязь между качеством жизни людей в городском пространстве и образом живого, безопасного, устойчивого и здорового города. Пока мы будем просто наводить порядок, говорят архитекторы, мы будем ходить по замкнутому кругу. Надо двигаться вперед, переходить к созданию комфортной среды для жителей города. В самом центре города за высокими сталинскими домами ждет своего часа 179-й квартал. Территория в 9 гектаров до сих пор сохраняет репутацию заколдованного места. Несмотря на то, что проект планировки участка готов, по замыслам застройщика Корт Распермь, здесь должны появиться 20-этажные здания, парки, детский сад. Территория все еще имеет ограничения по высотности строительства. Теперь решение за членами городской комиссии по землепользованию и застройке. Основной вопрос, как повлияют высотные здания на исторический облик Перми. С точки зрения законодательства никаких препятствий в реализации этого проекта нет, считают в Пермском краевом центре охраны памятников. Если говорить о 179-м квартале, на сегодняшний день этот квартал в зону охраны объектов культурного наследия не входит. Он не попадает в зону регулирования достопримечательного места Комсомольский проспект. Он не попадает в зону регулирования проекта зоны охраны по достопримечательному месту Комсомольский проспект. Поэтому конкретно этот квартал высотой застройки с точки зрения охраны объектов культурного наследия не ограничен. Французское бюро «Энтони Бишу», которое работало над проектом по заказу «Корт Распирь», во многом определило концепцию 179-го квартала. Это будет комфортная для проживания территория с большим парком, полностью открытая для всех жителей Перми. Именно вариант высотной застройки позволит сохранить деревья, которые были посажены еще в середине прошлого века. Да и с точки зрения архитектуры город уже давно нуждается в высотных акцентах. До этого была попытка сделать невысокую застройку, но плотную. Эта территория 8 с лишним гектар, с замкнутыми кварталами. Такой проект рассматривался, но он практически полностью уничтожил территорию. Совершеннейшая глупость запрещать в городе или создавать идеологию запрета строительства высотных зданий. 179-й квартал вполне может стать украшением города. По возложенным обязательствам застройщик должен будет построить проезды, тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки, систему уличного освещения и автостоянки. Быть этому или нет решится 29 апреля на очередном заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. Анастасия Петухова, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Расставание почти никогда не бывает легким. Но несмотря на трудности, многие умеют сохранить человеческие отношения, не вступая в войну из-за детей и денег. Если я правильно понимаю, помогает здравый смысл. И Денис Пальчиков. Партнер рубрики «Нотариальная палата Пермского края». Так уж сложилось, что для того, чтобы разрешить семейный спор, развестись или заставить платить алименты, супружеские пары идут в суд. Хотя можно решить проблему, не доводя дело до судебной инстанции. Самостоятельно и цивилизованно заключив соглашение. Вот лично по моей практике я не видела ни одного судебного извещения по моим соглашениям об уплате алиментов. То есть, если бы был спор или какие-то, наверное, проблемы в связи с этим соглашением, я думаю, что суд меня бы привлекал в качестве третьего лица. Соглашение обязательно предусматривает письменную форму. После подписания обязательно должно быть удостоверено нотариусом. Прежде всего, он проверит, насколько законны условия сделки, имеются ли у сторон полномочия, все ли требования законодательства соблюдены. Некоторые не видят разницы, к кому обратиться. К юристу, к адвокату, к нотариусу. И считают, что нотариус – это обычный юрист. Я могу сказать, что, во-первых, нотариус действует от имени государства. Во-вторых, у него есть страховка. Государство обязало каждого нотариуса страховать свою нотариальную деятельность. Ну и, в-третьих, нотариус, он независим в своих деятельностях и подчиняется только закону. Некоторые заблуждаются, думая, что соглашение заключают супруги. Это не совсем так. Документ заключает тот, кто должен платить алименты. К примеру, либо один из родителей, или сын, или дочь в отношении своих престарелых родителей. Вторая сторона – тот, кто получит алименты. Это либо ребенок, престарелый родитель или нетрудоспособная жена. За несовершеннолетнего соглашения обязан подписать его законный представитель. Конечно, в таком правовом документе можно прописать все условия уплаты. Но, как показывает практика, не все так просто. К сожалению, о всех доходах у плательщика алиментов узнать трудно. Потому что ведь платится от заработной платы и от всей суммы доходов. А в основном приносят только справку о доходах. Иной раз она бывает занижена. Поэтому узнать, и чтобы ребенок получил действительно хорошую сумму алиментов, бывает проблематично. Если выяснится, что у плательщика алиментов изменилась материальная ситуация, и он не может платить, то получатель может подать иск с просьбой изменить соглашение или его расторгнуть. Весной в Перми уже в 56-й раз, кстати. Кого не спроси, все бегут. Эстафета на призы газеты «Пермский нефтяник». Последние метры, и вот она победа. Успех на финише – это результат долгой, изнурительной подготовки, признается Данил. Самым тяжелым оказался именно последний этап эстафеты. Самые трудные моменты были бежать именно в горку. Просто нужно было выкладываться на все 100%, чтобы прийти первым. Многие из юных атлетов принимают участие в легкоатлетической эстафете индустриального района не в первый раз. Мальчишки и девчонки готовятся к соревнованию под пристальным вниманием наставников. Последние дни перед стартами тренируются каждый день. Каждый год спортивный праздник собирает вместе юных легкоатлетов и ветеранов спорта. Первый раз пробежал в 61-м году и очень часто бегал эстафеты. И даже на первом этапе бегал. По традиции маршрут эстафеты проходит по улице Мира. Старт и финиш напротив Дворца культуры Гагарина. Маршрут разбит на 15 этапов. Протяженность дистанции почти 5,5 километров. Я думаю, что эта эстафета никого не оставит равнодушными. Но кроме этого, как вы понимаете, в этот день апрельский нам очень повезло с погодой. Поэтому я думаю, ее запомнят надолго участники соревнований. Первая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Пермский нефтяник» состоялась в 1959 году. Соревнование давно перешагнуло заводские рамки и стало праздником всего района. 56-ю эстафету посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. По традиции участие в эстафете приняли школьники, лицеисты, учащиеся техникумов, сборные предприятий группы «Лукойл» Пермского края, а также команды крупных предприятий индустриального района. Всего более тысячи человек. Традиции эти никогда не умрут, они только поддерживаются и, наоборот, наращиваем обороты. Это важная задача предприятия и вообще здоровье нации и будущее. Я рад, что ребята наконец-то отрываются от компьютеров и занимаются спортом. Сами знаете, какая у нас сейчас обстановка в мире. И если ребята не будут заниматься спортом, соответственно, защищать нашу землю будет некому. Спортивный праздник завершился яркой церемонией награждения. Победители и призеры получили дипломы и кубки. Все участники эстафеты – подарки от организаторов. Денис Пальчков, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». В прошедшие выходные в разных округах России состоялось открытие мотосезона. На различных торжественных мероприятиях выступили и мотовзводы ГИБДД. Они уже заступили на службу, и именно им предстоит работать с владельцами двухколесных машин. Так что бесправ не прокатит. О чем еще можно узнать из газет «Пресс-парад». Партнер проекта – группа компаний «Строительный центр Пермь». Сколько домов нужно галереи? Решить это должны депутаты законодательного собрания, пишет новый компаньон. Как стало известно новому компаньону на ближайшем заседании комитета, по налогам законодательного собрания будет рассмотрен вопрос о сумме, выделяемой из бюджета на приобретение здания бывшего спального корпуса Военного института имени маршала Василия Чуйкова для размещения в нем Пермской государственной художественной галереи. Необходимость вернуться к этому, казалось бы, уже решенному вопросу, продиктован тем, что депутаты вновь будут рассматривать целесообразность приобретения двух строений – самого спального корпуса, расположенного по адресу Акулова, 4, и спортзала, находящегося во дворе. От того, какое решение примут депутаты, зависит сумма, которая будет потрачена на приобретение здания, а в конечном итоге – количество площадей, которыми будет располагать после переезда художественный музей. Валерий Сухих представил опыт Пермского края на мероприятии с участием президента, пишет «Бизнес-класс». В день российского парламентаризма руководители региональных законодательных органов собрались в северной столице России – Санкт-Петербурге. Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих также выступил на традиционном заседании Совета законодателей. Доклад Валерия Сухих получил высокую оценку коллег на заседании комиссии по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. В ходе встречи с законодателями президент России Владимир Путин, в частности, отметил особое значение консолидации всех ветвей власти в условиях проявления кризисных тенденций в экономике страны. Узбекистан собирается централизовать поставки фруктов в Пермь, сообщает коммерсант. Планируется централизовать доставку в Прикамье плода овощной продукции из Узбекистана. Сейчас фрукты и овощи доставляются челночным способом – через физических лиц. Таким образом, Узбекистан не получает налогов. Сейчас политика этого государства изменилась. Узбекские власти через программу господдержки выделяют торговым домам кредиты, на которые у производителей будет закупаться товар и доставляться в регионы России. В Пермь овощи и фрукты будут доставляться как железнодорожным, так и автотранспортом. И только произведенные в Ферганской долине. Если весь ввезенный объем не удастся реализовать в Перми, он будет отправлен в Москву, пишет автор статьи Вячеслав Суханов. Паспорта нового образца в Пермском крае начнут выдавать в конце этого года. В главном документе гражданина появится несколько новых технологий, сообщает АИФ Приками. Паспорта нового образца в Пермском крае могут начать выдавать в конце этого года. В новый паспорт будут интегрированы электронные опции. В документ внесут биометрические данные владельца, его электронную подпись. Также в паспорте останутся такие данные, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, фотография, дата эмиссии, срок действия, номер ИНН с НИЛС. Кроме того, в электронный паспорт будет встроена интегральная микросхема, параметры которой на данный момент пока не раскрываются. По прогнозам, документ можно будет использовать как виртуальную банковскую карту. Летать и охота, и вынужденная необходимость. С начала года тенденции такие. Где-то убыло, где-то прибыло. Где и что, расскажет Надежда Емельянова. Правила денег. Добрый день. С начала года стало заметно дешевле летать по России. Авиакомпании радуют скидками и специальными предложениями. Из Перми в Москву на выходные 3000 с небольшим туда и обратно, если налегке. В гости или на футбольный матч. Так и делают мои друзья. А вот летать за границу стало дороже. Но поскольку авиакомпаниям не хочется терять клиентов, они придумывают специальные программы совместно с банками, участвуя в которых можно сэкономить. Например, есть туристический сервис iGlobe.ru, у которого в России уже 15 банков-партнеров. Они предлагают специальные карты Travel Miles, расплачиваясь которыми можно копить мили, которые затем менять на авиабилеты. У каждого банка свой обменный курс. Например, «Газпромбанк» начисляет по 5 миль за каждые 30 потраченных рублей. До середины лета, пока эта конкретная программа запускается, банки еще дарят приветственные мили. Если по этой карте забронировать номер в отеле на сайте iGlobe.ru, то за это начисляются дополнительные мили. У Тинькофф кредитная система тоже есть своя карта All Airlines. Как подсчитала интернет-издание «Медуза», если тратить по ней примерно 20 тысяч рублей в месяц и еще раз в год 50 тысяч на путешествия, за год накопится достаточно миль для полета в Лондон. Подумайте об отпуске. Это были «Правила денег». Волшебная палочка, скатерть-самобранка, рыба-щука. Во все времена людям хотелось магического исполнения любых желаний. Сегодня многие делают ставку на технический прогресс. Роман Четин, например, предлагает удобное приложение для всех, кто ценит время и деньги. Рубрику «Высокий бизнес». Раньше о таком можно было только мечтать. Это «Высокий бизнес». Здравствуйте! Все самое интересное из мира высоких технологий, помогающих выводить любой бизнес на качественно новый уровень. Прямо здесь и сейчас. Минкомсвязь России разрабатывает информационную систему управления городским пассажирским транспортом. Она будет предоставлять данные о расписании движения общественного транспорта, в том числе и об изменениях в нем. Компания Nokia вернется на рынок смартфонов. Напомню, финны по условиям соглашения с Microsoft не могут продавать мобильные устройства под собственным брендом до 2016 года. Пошлину в ЗАГС можно будет оплатить онлайн. Переговоры об этом Минкомсвязи России сейчас ведет с регионами. Рынок онлайн-услуг, на мой взгляд, это вообще рынок будущего. Вот взять, к примеру, эквайринг – форму оплаты с помощью банковской карты. Для физических лиц сервис функционировал уже давно, а с этого года доступны проекты и для бизнес-сферы. С помощью корпоративной банковской карты клиенты Домру Бизнес теперь могут быстро, не теряя времени на оформление платежного поручения и не приезжая в офис, оплатить все услуги. Для этого достаточно зайти на сайт Домру Бизнес и в разделе «Способы оплаты» внести необходимые реквизиты. Платеж по карте поступает на расчетный счет в течение нескольких секунд. Стоит признать, что электронный документооборот проще, быстрее и менее затратен, бережет бумагу, следовательно, экологию. Только у Домру более 20 тысяч клиентов по всей России получают всю отчетность в течение одного дня в цифровом формате. Оператор обеспечивает высокий уровень конфиденциальности данных. Все документы хранятся и отправляются в зашифрованном виде. Открыть документы может только конкретный пользователь, обладающий уникальным ключом электронной цифровой подписи. В личном кабинете можно управлять всеми услугами и тарифными планами, контролировать расходы на связь, удаленно настроить видеонаблюдение, или облачную АТС. Кстати, об облаках, но уже из сферы услуг. Современные технологии освобождают собственников бизнеса от ряда, казалось бы, необходимых ранее действий. Иметь собственную IT-инфраструктуру не нужно. Зачем создавать целое живое подразделение, если можно использовать виртуальное, обладающее рядом интеллектуальных способностей? Давайте представим отдел продаж, состоящий из пяти сотрудников. Один из них имеет наибольшую квалификацию, наибольший опыт, два остальных работают полгода, а еще два новичка. В отдел приходит входящий звонок. Кто возьмет трубку? Имея соответствующие права виртуальной АТС Мангоофис, он может настроить распределение вызовов таким образом, чтобы сначала трубку взял самый опытный продавец, если он разговаривает, звонок пойдет на двух мини-опытных его коллег, и только в случае, если все трое коллег разговаривают по телефону, звонок пойдет на новичков. С другой стороны, в этом же приложении можно сделать установку, чтобы телефоны звонили одновременно у всех. Кто ответит быстрее, тот и заработает. Думаю, это сможет сократить количество кофебрейков до минимума. Вариантов этого самого распределения звонков достаточно для оптимизации процесса. Есть плюсы и для клиентов. Виртуальная АТС Мангоофис позволяет настроить еще одну услугу – звонок знакомому сотруднику. Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда мы звоним в службу поддержки, объясняем подробную ситуацию, которую нужно решить, но по завершении звонка вспоминаем, что сказали не все. Что происходит в этом случае? Мы снова набираем телефон горячей линии и попадаем на совершенно нового сотрудника, которому вынуждены рассказывать эту историю с самого начала. Виртуальная АТС Мангоофис автоматически соединяет абонента с тем специалистом, который уже с ним разговаривал, если с момента предыдущего звонка прошло не более часа. И заметьте, все это автоматически, человеческий фактор отсутствует напрочь. Еще каких-то 5-10 лет назад это могло показаться чем-то фантастическим. Сейчас лично мне кажется фантастическим то, как многие умудряются вести дела без подобных нововведений. Это был Высокий бизнес, не отставайте от прогресса. До встречи. В вопросах похудения я, честно говоря, знаком и то не очень хорошо лишь с теоретической частью. Но о том, что все худеют к лету, тоже наслышан. Сегодня Ольга Филипповская об эстетическом наслаждении и пользе для производства. Прекрасные букеты и подарки от Вега Флаверс Галери. Рада встрече. Нынче все худеют к лету. Сезонность таких порывов иногда просто пугает. А все западные журналы опять начали говорить про модную полноту. Протеиновые коктейли не всем по карману. Пора переходить на углеводы. Булочки, кексы, пирожки, пончики. К тому же многие не худые мужчины тоже заявляют о том, что худые ключицы некоторых женщин оскорбляют их эстетические чувства. На эстетике чувств я бы хотела остановиться подробнее. Считается, что холеная спортивная женщина может принести большую пользу мужу и предприятию, где она трудится. А чего больше не уточняется. Точно так же, как все психологи мира говорят о пользе красивых пейзажей за окном. Но ведь нет никаких нормативных актов, которые определяли бы, что может считаться красивым пейзажем и за каким окном. Попробуйте проехать по улице Хлебозаводской. Такой красоты хапните, что о производительности труда и о желании кому-то понравиться вы забудете навсегда. А потом еще приезжие спрашивают, почему у вас, Пермяков, такие озабоченные лица, когда вы идете по улице. Мы с такими лицами ходим и ездим, потому что пытаемся вспомнить, где мы недавно видели красоту. Вопрос сложный. Память подводит. Потому что вспоминаются все время пошлые набережные чужих нарядных курортов. А потом тебя настигает понимание, что здесь, в Перми, красивую улицу, сквер или сад увидеть можно только тогда, когда ты точно знаешь, что накануне там был субботник. Ну и зачем мне в таком случае худеть к лету? Покрываться ровным загаром в солярии или есть полезные булочки? Ни одна красивая женщина не впишется в наши серые, унылые интерьеры города. И что опять идти на поводу у мужчин и украшать их быт, а не свой? Боюсь, выбор невелик. Если есть чего украшать, будем украшать. А если украшать нечего, создавайте. Вы нам быт, а мы вам красоту. А то получается нечестно. Вы нам даже быт не можете организовать. А мы для вас – эстетику чувств и булочки. С вами была я, Ольга Филипповская. И программа «Пудра». Надо прописать, что труд – это не только право, но и обязанность граждан, считает автор законопроекта о наказании россиян за тунеядство, питерский депутат Андрей Анохин. У нас порядка 18 миллионов человек не оформляют свои трудовые отношения, не делают отчисления в пенсионный фонд. Это экономическая проблема, настаивает народный избранник. Где-то, мы, кажется, это уже проходили. Ну а где, знает Никита Чернов, легенды губернского города. Давайте перенесемся на 70-летий назад, начало 30-х годов. На Мотовелихинском заводе заседает революционно-производственный трибунал. Да-да, вы не ослышались. Революционно-производственный. Решение – занести на так называемую «черную доску» плановый экономический отдел за отсутствие боевой работы по внедрению хозрасчета, отдел главного механика и ремонтно-монтажный цех за плохую организацию работы. Знамя, на котором красуется рак, оставлено в механическом цехе. Стяг с черепахой вручен в кавычках «труженикам нового Мартена». Издевательские знаки отличия. Рак, как известно, пятится назад, черепаха передвигается очень медленно. А было еще так называемое «рогожное знамя» для отстающих. Это, в отличие от красного, своего рода черная метка. Доберемся, дескать, до отстающих. Сложности к производству особо не разбирались. В это же время, в 32-м, на Мотовелихинском заводе принято постановление под названием «Заклеймим позором дезертиров труда». Дело в том, что несколько инженеров собираются уволиться с предприятия. Как посмели, список так называемых дезертиров решено опубликовать в местной и центральной печати. Заклеймить позором. В цехах развернуть борьбу против настроений бегства-производства. А ведь до самого страшного времени массового террора, расстрелов и отправки в лагеря тысячи и тысяч врагов народа, шпионов, вредителей еще несколько лет. И только в 40-м было официально запрещено самовольно, то есть по собственному желанию менять место работы. Но на практике люди еще раньше прикреплялись к предприятиям и обязаны были трудиться без права на ошибку. К слову, в том же 40-м появился указ, по которому за три опоздания на работу, более чем на 20 минут или за прогул, могли осудить на срок до пяти лет лишения свободы. Именно пять лет получил за опоздание Иван Андреевич Лебедь, отец известного в свое время генерала, а затем губернатора Красноярского края Александра Лебедя. Кто-то скажет, ну что мы о прогульщиках, об отстающих, о тех, кто менял место работы. Но ведь люди есть люди, с их достоинствами и недостатками. И, наконец, в условиях модернизации производства, быстрого освоения выпуска новой оборонной продукции, в условиях, когда на предприятиях оказалось много молодых, но мало квалифицированных рабочих, без проколов, неудач, обойтись было невозможно. Но власть эти моменты в расчет не брала. Никита Чернов, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших детей умнее. Его ответ был простым и в то же время мудрым. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, сказал он, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще больше сказок. А потом, когда они подрастут, они будут читать сами. Здравствуйте! Читают все, и я, Светлана Федотова. Трехлетняя девочка приносит маме кулинарную книгу и просит, мама, почитай сказку про мясо. С удовольствием представляю вам книгу «Серебряная ложка для детей». Любимые итальянские рецепты. Книжка с картинками и фотографиями учит готовить. Причем, если ребенку 9 лет и больше, он может приготовить большинство этих блюд самостоятельно. А для тех, кто помладше, требуется помощь взрослых. Книга начинается с азов. Почему нужно мыть руки, как резать продукты и почему тупой нож опаснее острова. Рецепты, с одной стороны, достаточно простые, а с другой стороны, могут составить полноценное меню. Названия ласкают слух. Брускетто с помидорами, курица с маскарпоне, апельсиновый торт и, конечно же, пицца. В общем, и взрослым есть чему поучиться. Тем более, что это упрощенный и адаптированный для детей вариант великой поваренной итальянской книги «Серебряная ложка» аналог нашей книги о вкусной и здоровой пище. Цена не маленькая – 700 рублей. Но такие книги, конечно же, того стоят. Потому что они на всю жизнь. Кстати, наконец, появился в пермских книжных магазинах «Медвежонок Паддингтон» Майкла Бонда с хорошими цветными картинками. После великолепного мультфильма «Приключения Паддингтона» все кинулись в книжные магазины, а там были только такие издания, в которых один текст и очень мало черно-белых иллюстраций. Так что успевайте! Другая книга на всю жизнь «В одном прекрасном царстве Льва Кузьмина» издана прекрасно. Это последняя книга пермского автора, которая стоит в одном ряду с Корнеем Чуковским, Агней Барто и Сергеем Михалковым. В книгу вошли как старые, так и новые стихи писателя. Знаете ли вы, что все стихи из этой книги волшебные? Они лечат взрослых. Когда у человека болит голова, или опускаются руки, или ему просто-просто очень грустно, или что-нибудь не ладится, достаточно, если какой-нибудь ребенок прочтет ему любое стихотворение из этой книги, и все наладится. Только помните, ребенок должен прочитать взрослому, а не наоборот. Попробуйте. Волшебную книгу издала Министерство культуры Пермского края, компания «Лукойл» и Краевая детская библиотека, которая носит имя «Льва Кузьмина». Я завтра же в эту библиотеку отправлюсь. Говорят, там множество новых, интересных детских книг. В следующий раз я вам о них обязательно расскажу. В жизни есть масса вещей, на которые мы не повлиять не можем, не отменить их существование. Ну, например, как бы мы ни хотели, чтобы лето не заканчивалось, но это же невозможно. Отпуск не может длиться вечно. Любовь рано или поздно трансформируется в нечто другое. Главное, что мы это понимаем. Примирить с действительностью нас может любой пустяк. Например, хороший день, хороший во всех отношениях, и я считаю, что он пришел. Встречайте. По прогнозам синоптиков, в среду в Перми днем будет ясно. Вероятность осадков 11%. Юго-западный ветер 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем плюс 15-17 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости